С 17 по 21 февраля в Ленинградской области проходил 4-й открытый региональный чемпионат «Молодые профессионалы». WorldSkills – это международное движение, созданное для повышения престижа рабочих профессий и развития профобразования. В России чемпионаты профессионального мастерства среди специалистов в возрасте от 16 до 22 лет, обучающихся в системе профессионального образования, проводятся с 2012 года. 47-й регион присоединился к странным участникам WorldSkills в 2014 году. Нынешний чемпионат проводится на 17 площадках по 48 компетенциям. Соревнования по управлению локомотивом и ремонту и обслуживанию легковых автомобилей проходят на базе двух колледжей города Волхова – Волховского политехнического и Волховского колледжа транспортного строительства. У нас заданий больше по сравнению даже с прошлым годом. В прошлом году у нас было 5 модулей, в этом году ребята выполняют уже 6 модулей. Это максимальное количество модулей, которые они выполняют по данной компетенции. В этом году абсолютно все ребята намного сильнее и намного собраннее. Чувствуется дух соревнований абсолютно всех, как они мне сказали. Мы играем честно. Но, естественно, каждому хочется быть победителем, каждому хочется быть намного лучше, чем все остальные. В последнем испытании на профессиональные навыки и знания в области автомеханики проходили 6 студентов колледжей из городов Волхов, Кириш и Выбор, Киров, поселка Мичулинска и Тихвинского района. Молодые люди уже показали лучшие результаты в отборочных соревнованиях, которые проводились здесь же, в ангарах и мастерских колледжа транспортного строительства, в октябре 2019 года. И являлись путевкой на региональный этап чемпионата. В нем участникам необходимо было выполнить 6 профессиональных модулей. Каждый модуль занимает 3 часа. Это и разборка двигателя, и устранение неисправности тормозной системы, управление автомобилем и диагностикой электроники. Во время выполнения работы никаких переговоров и контактов. На площадке только конкурсант и эксперт. Многие конкурсанты волновались, хотят мероприятию, готовились давно и серьезно. С каждым студентом, участником приезжает свой эксперт. Условия этого конкурса я не имею права оценивать своего. Поэтому у нас на площадке не 6, а 7 экспертов. Один независимый. И то есть у нас составлен график, и когда ребята получают, что совпадает, вот как раз-таки начинают оценивать независимый. И роль любого абсолютного эксперта я просто наблюдаю. То есть 3 часа ребята выполняют задание, есть он, есть его знание, и есть рабочее место. И больше ничего. И когда он знает, что у него тикает время, он начинает суетиться, он начинает сбиваться. И некоторые ребята ждут всегда, что вот я сделал, да, а вот правильно-неправильно как-то подтолкните. А никто не говорит, это тоже их сбивает. Вот это все. Но это вот, я им всегда перед конкурсом, когда мы с ними знакомимся, проводим инструктажи, я им всегда говорю, вот представьте, вы приехали, работаете в автосервисе, и к вам приехала машина, приехала, говорит, вот она у меня не едет, не работает, не заводится. Через 2 часа она мне очень-очень нужна. И уехал. Я говорю, а у вас некого спросить, а вам ее надо починить. И вы начинаете показывать все свои знания. Вот здесь этот конкурс как раз-то, хоть в маленьких таких рамках в качестве конкурса, но вот эти вот реальные события, которые в жизни их могут быть, они вот начинают с ними сталкиваться. Каждый год чемпионат проходит по более строгим правилам. Требования к площадкам и конкурсантам становятся все выше. Но участники продолжают доказывать, что представители рабочих профессий умеют работать. Готовясь даже к этому конкурсу, они сами начинают искать много информации, много каких-то ответов, каких-то способов. И, естественно, профессиональный круг расширяется, очень сильно расширяется. Ребята должны в первую очередь уметь работать руками. Они должны уметь руками, и они... Очень много вещей, которые выполняет механик, да, он должен определять, знаете, как музыкант, на слух определять, на ощупь. 21 февраля на торжественной церемонии подведения итогов 4-го регионального чемпионата названы «Лучшие из лучших». Из них сформируют сборную команды Ленинградской области, которая выйдет на отборочные соревнования за право участия в финале 8-го национального чемпионата «Молодые профессионалы», который пройдет в Новокузнецке в июле 2020 года. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова